До начала Паралимпиады больше четырех месяцев. Сейчас все занятия идут по намеченному плану. Силовые тренировки чередуются с метанием клаба. В дни, когда работать на стадионе мешает ветер, метать снаряд приходится в манеже. Как и многие дагестанцы, в юношеские годы Мусат Таймазов пробовал себя в единоборствах, но в 20-летнем возрасте с ним произошел несчастный случай. Разрыв спинного мозга на реабилитацию ушло 6 лет. Однако после он нашел в себе силу вернуться в спорт. С 2010 года Таймазов играл в регби на колясках, побеждал на чемпионатах страны, а спустя 8 лет мужчина решился на новый вызов. Сначала я думал, что я там могу сделать. Представление имел, диск, ядро, копье, но его надо держать, чтобы метнуть, толкнуть далеко. Его надо держать. Я пришел, мы попробовали, у меня из этого ничего, ничего не получилось. Потом тренер, к которому я обратился, он мне сказал, приходи завтра, что-нибудь придумаем. Я пришел завтра, на следующий день. И мой класс, это оказался клаб. Это, короче, снаряд. На русском называется булава, на европейском называют его клаб. Вот, его надо метнуть. Чем дальше, тем лучше. Метать 400-граммовый клаб Таймазов умеет лучше всех в России. Четыре раза он переписывал свои же рекорды. Последний – 30 метров, 48 сантиметров. Пока самая ценная медаль в карьере – это бронза чемпионата мира. Но на Паралимпиаде в Токио 37-летний атлет намерен прыгнуть выше головы. Мусанья представляет свою жизнь без спорта и уверен, что упорный труд не пройдет даром. Я понимал, что я влип. Когда меня уже прооперировали, я лежал. Я понимал, что это надолго и, может быть, навсегда. Я смотрю вокруг, как люди всяких результатов добиваются. Не обязательно такие, как я. Много всяких есть. Есть слепые, есть здоровые. Просто на них смотрю. Реально, кто пашет, они результаты добиваются. Дисциплина и профессиональный подход – вот что отличает Таймазова от других атлетов, рассказывает тренер Альберт Рзаев. Три года занятий легкой атлетикой для колесочника – слишком короткий срок, поэтому каждая тренировка и турнир дают ему новый опыт. Через неделю спортсмен выступит на всероссийских соревнованиях. До сих пор, с того первого дня, как мы начали заниматься, до сих пор экспериментируем, проверяем разные методики. Сам снаряд, естественно, не меняется. Остальные моменты проводим в самое удобное положение для него. Муса нашел себя в спорте. Его пример показывает – люди с нарушением опорно-двигательного аппарата сильнее полностью здоровых. Эта сила и приводит их к большим победам не только в спорте, но и над собой. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.